Буквально месяц назад белорусы спасались от бушующего циклона Эльза. Он ломал деревья, срывал крыши и даже сносил людей. А уже накануне в страну пришла и ления. Атмосферные фронты принесли с собой штормовой ветер. Порывы достигают 20 метров в секунду. И это еще не предел. В такую погоду лучше не выходить из дома. Но если пришлось, следует укутываться потеплее. Спрятать лицо, шею и, конечно, руки. Маршрут должен быть максимально безопасным. Все держаться подальше от линии электропередач, рекламных счетов и ветхих домов. Мощнейший циклон лишь подступает к Беларуси, а уже успел пройтись по другим странам мира. И очень серьезно. Ураган со скоростью больше 150 метров в секунду накрыл Польшу. В Кракове упал строительный кран высотой в 30 метров. Два человека погибли, еще двое ранены. Ветер ломает дома и переворачивает автомобили. Ураган натворил немало бед и в Германии. В Берлине объявлено чрезвычайное положение. Власти рекомендуют людям не покидать дома. Авиаперевозчики и железнодорожные компании и вовсе отменяют рейсы. Поваленные на рельсы деревья блокируют пути. В некоторых городах штормовой шквал привел к наводнениям. Несколько островов в Северном море полностью затопило. На выходных Елене доберется и до Бобруйска. На субботу объявлен красный уровень опасности. Порывы могут достигать 30 метров в секунду. К ветру добавится дождь и мокрый снег. Термометр покажет до плюс девяти. В воскресенье погода сильно не изменится. В целом первая половина февраля оказалась аномально теплой и капризной.